а тут тоже как красиво вроде идешь все хорошо бац еще одна воронка вот тебе вот таки рыбачишь тут по воронкам дальше речка а дальше у тебя тут еще гостиница у вас их из подарунок до цикала штука тут от дальше тут от дальше она не прыгнет не привет да спасибо класс цента я вижу есть 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 ухты щучка точно щучка надо потянуть фрикцион привет ребят сегодня будем ловит и в сашу ловится окунь щука на окуня будем делать конечно же ставку щуку пока нельзя ловить но что будет влетать ультралайт azura safina x 0 5 6 грамм катушка azura fortrano все ссылки как обычно в описании легкая снасть у нас полтора грамма и именно на эти снасти сегодня будем рыбачить полтора два три грамма легкие веса 2 дюймовые приманки может 3 дюймовые приманки и все это будет по мелким заливом на реке северский донецк есть возможность сейчас половить там мы и будем вместе с вами рыбачить будем у намагаться поймать все те шо ловится на домашней риде и мы не речьте тебя смотрите кто тут у нас вот она сидит вот она сидит смотрите вот она красотка спряталась первая вылезла греться на бережок а тут мы пришли частную водичку в краю где-то полон он она черепашка спряталась от нас красотка какая голова он по сантиметр вылазит пошла 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 черепахи вылезли уже красота ну шо ребят давайте пробовать потихоньку вот туда бросать весь залив где есть малек смотрим если он тут вообще у нас где-то с краю их 10 уклейка начинаем все места отбрасывать аккуратно утреков ближе до камыша ждем также вечерний выход может щучка выйти вода еще мутновато 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 поэтому с паузой такой подольше по дну мы делаем проводку там есть красноперка сто процентов я вижу есть 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 ухты щучка точно щучка надо потянуть фрикцион ухты есть где сюда только я вам сказал да сейчас что-то будет у нас и вот она клюв отличная малышка тихо 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 ультрек спасибо тебе иди сюда крошка вот она красоточка наша дорогая класс ну что вот она щучка первая я сказал что тут она и клюнет что самое важное смотрите ребят ближе вам сейчас покажем вот как она взяла как обычно на это делает вот с краю с краю на ультралайт берется самую самую губку и приманка целая флюрик цель вот с края засекается карандашик вот такой крошечный не щука просто а царь рыба вот она вот такая давайте отпустим поскорее сам потому что рыба надо отпускать плюс запрет и вообще тем более таких мелких давай 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 не ту сторону и вот она стала и ушла нашу все здорово а мы продолжаем как я сказал мелкие заливы солнце прогревается есть уклейка и рыбка уходит выходит подпитаться получается мелкая уклейка которая тут греется на солнце также красной тверки много поэтому такие вот залива сейчас самые перспективные кстати вот я вижу щука ушла от берега в 2 2 щуки ушло под самым берегом стоят ребят я подошел они уплыли тупо грелись тут одна вторая ничего себе вот это класс не знаю наверно не видно было вот здесь вот прям под носом афигеть такие кадры вот этот снять если бы солнце вам не блестела тоже некрупный на такие пистолеты видно нерест у нее сейчас поэтому ее нельзя ловить мы-то на окуня нацелены с ультриком но влетает она сама по себе чудо природы какой как видите я весной не использую застежку вяжу все напрямую меньше всяких соединений меньше рыбка боится есть что то есть первое у меня неплохое кто-то клюнул ребят кто это у меня щука первая щука елки-палки вот она какая щука у меня клюнула говорю не хочет еще вся в пиалках блин вот это кайф прикиньте только дал не пойму даже не понял толком че зацеп думаю шо на такое бум 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 и вот она сразу вот тут видно сегодня щучий день будем может даже снасти перевязывать вот такая вот кроха капец плыви назад давай шнурю ребята бобры за зиму повыжирали гляньте как капитально тут были одни кусты остался один чистокол это как пирец гляньте вот 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 почистили территории тут конкретно на это все в воде теперь ужас не нашу вроде плывем потихоньку весна тут нормально уже тут уже плыть не так страшно глубина не та борьба ух ты окунь какой елки-палки у нее заветку за гляньте какой кабан кабан и зацепил чуть-чуть а давай мы спустим что ли завел шнуром за дерево и повис вот творюка завел и повис ультриком что делать короче клюнул только что кабанчик такой ядрен батон завел влево вправо и шнур как раз а мужики на лодке сейчас их попрошу мужа не снимут и как раз завел сюда уставлен по подалово видно его прямо висит и повис шнуром и не вниз не вверх видите прыгает в рост и всего пробую короче вы не поверите попросил людей собака на лодке чтоб не помогли достать окуня красавчика завел за пенек и шнур в лес в этот поняли в расщепку водил водил и и доводил то не мой мой только это да там хороший окунь у меня даешь окунь именно за всех хохов смотрите какой красиво висит да она не прыгнет не привет я ж говорю хорошенький такой да конек так кидайте его дотяну спасибо вам большое не есть рыбу не но окунь конечно да на 5 баллов такой да спасибо класс о о такой я не знаю грамм наверно то ну 300 наверно точно да грамм 300 хороший окунь класс класс и собака тот и вообще ну шо с такими окунями делать и коряной домой должен плыть давай пошел выпускаем тебя малыш спасибо тебе надо хай живые а потом потомство буду твои ух лапать как я и говорил ребят на снасти вот такие мелкие ультралайтовые плюет сейчас намного лучше и щука и окунь в час у меня этот кабан взял на свинец 2 граммовый и 2 дюймовую приманку в целом на меня практически тут под берегом вот этой травки то ли прогревается он вышел питаться то ли в рука я не знаю но на шо это знаете влияет но вот именно так клюет видно рыбе сейчас легче и вот она охотится за вот этой у клея какая тут состоит и легче и безопаснее лучше меньше силы тратит хрен его знает чего наберется даме круг лучше чем крупные насадки даже щука тот же окунь ловил бы я допустим целенаправленно крупного окуня заливах с русла на 3-дюймовые приманки либо больше ставил бы вес там 3-4 грамма я могу фиг поймать его честно могу обкидать и он бы мог не клюнуть а вот на вот это вот меленькую полтора-два дюйма легкий вес ультралайтовый да клюют окуня абсолютно разного размера я ловил окуней если честно их никогда но не взвожу кантером но я ловил ну в раза в два больше чем вот этот на полтора грамма 2 и на вот таких маленьких дюймовых приманочек поэтому меньше не всегда означает что хуже будет шока вот и все пробуйте ультрик творит блины реально чудеса ну а людям собака спасибо что помогли его достать а то под меня там бы и плавал бы дали вот такой вот крючок тонкая проволока и широкое ушко отлично подходит для ультралайта он такие спинговый в тихую хорошую погоду как сейчас ультралайт полтора грамма на тонком шнуре метров на 30 вообще спокойно бросает вот прям до того камыша напротив и от него мы начинаем проводку все там мелко я знаю сюда углубление идет и выход прям под берег вот мы облавливаем ту мелкотню траву ямочку и выходим прям сюда к нам где грелась наша с вами черепашка полтора грамма окушок стоит под самым бережком была у меня поклевушка под самым берегом то есть далеко кидать не надо вся трава вот это какой вы видите рыба выходит сюда и мелкая и уклейка и все также щупочки и окуняки тоже сюда выходят они тут короче пасутся греются в этой траве между травой вот так шарятся поэтому наша задача облавливать первую очередь сейчас вот по весне берег поэтому ультралайт лучшая снасть лучшая лучшая снасть лучшая короче приспособа для ловли блин окуня что ли как вам сказать вот потому что они вот в берегу пасутся вот такие вот шкарлопеты шкарлопеты скоро будут наверно к маю у нас чекода не рестится и до этого времени у вас будет в такой период когда будет интенсивный жор он еще не начался будет от чуть чуть позже давать ему это шкарлопану тут отпустим прям вот вот сюда найдешь себе выход дорогу да и как вы видели я бросил вот совсем вот тут скрышку каждый раз поправляем приманку потому что они не стягивают как жучары малые она им дать вкусно буквально с под юбки даже бросил и просто стою жду чуть-чуть поигрался постоял поклевка окуня хорошая поклёвка он это взял не слабо тычком хорошим взял я почувствовал тычок сразу то есть он когда видит в мутной воде он вылетает берет но вода еще очень очень мутная и рыба но я сказал еще не активно не видит она здесь надо под нос попасть что белая сейчас плохо клюет шула кушки постоянно надо передвигаться ну и наша линия аж как я сказал самая а зацепился под самый берегов наша линия самая вот это вот хорошая это вот в ром часа стрелить это вот береговая не мертва сидит наш это пошло спасли отстрелом приманку есть 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 хорошенький ухты бляха муха как он прет то гигант иди сюда ух какой как его достать ребят смотрите какой красавчик выстрелил только что бас есть акушака взял тут у меня красава не под самым берегом чуть чуть дальше вот такой но тоже красивый выпускаем конечно спускаем поцелуемся классно плыви отлично ловим дальше всегда есть выход кислорода какая-то струя труба с водой рядом заливе всегда будет рыбка весной и осенью она всегда там будет ну что немножко половил в одном месте во втором в третьем и постоянно надо перемещаться весной потому что рыба такая что не задерживается вот и я побросал и иду дальше в очередной мелкий залив больше так идешь с места вот а кого-то уже съел хищник какой-то перья одни остались как то не ворона вроде вот наверно не знаю короче кто-то кого-то уже на вкус попробовал до весенние разливы они такие есть глубина идти местами страх страшновато лед еще под ногами плавает где сюда ухты какая была хорошая да щука вы видели шу короче перевязываемся то на 3 грамма то на два то на полтора и так по кругу меняем снасти насадки полтора граммика сейчас опять поставлю как и было у меня полторушечка что рыба вообще капризная капризная через чур сегодня может быть такое что щучка тут снова клюнет но не это же но в этом месте еще одна поэтому образ ну образ свое место побольше почаще видно нас точно не одна потому что вместо перспективное поклевать и тут мне по чуть-чуть тык-тык потрошечку по зернышку от фрикцион чуть-чуть подтянул и поехали окуневой проводкой с паузой с небольшим таким шевелением на дне тук 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 водичка мутноватая но чебурашка серебряная вольфрамовая и вольфрамовая полтора граммовая чебурашка но нравится я так понимаю рыбки она здорово блестит дополнительную реакцию вызывает у нее на поклевку тоже это хорошо привлекает свинец так не блестит как вольфрамчик все-таки вольфрамчик не только аккуратнее лучше шарик плотнее до металл меньшего размера а и вот как я говорю блестит он на солнышке нет поклевки ты приманочка спала сейчас поправим уже в другое место перейдем есть 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 ух ты спал окушок под самым берегом вот тут ребят в самой травке стоит тоже эти прогреваются у нас все вот такое есть есть еще один ух хорошенький иди сюда малыш как раз против солнца бросил и также на выходе с этой травы он тут же и взял давай цепляем тебя отдай нам целую приманочку мы тебя целого невредимого отпустим сейчас обратно давай погнал очень быстро солнце садится ну что ребята вот такая рыбалка у нас получилось нормально мы отловились я считаю вообще достойно легкая прогулка такая по поберегу реки главное что в безопасности тут все прошло нормально короче ловите рыбу и все у вас всегда получится но если вы выбираете между вечерней рыбалкой он уже закат солнца и утром на рассвете я бы все-таки выбрал на рассвете рыба активнее и лучше берет именно вот на утренней зорке потому что и у вас больше времени будет половить с утра до обеда допустим чего мне вот несколько часов всего лишь было и утром она после ночи как я всегда говорю промежуток у нее отдыха больше вот она ночью спит утром вышла поохотиться поэтому всем вам удачи всем пока пусть вас всегда клюет но я поехал домой солнышко уже садится так что пора